Всем здравствуйте! У нас сегодня немного джингл-беллса на фоне и в образе, но сегодняшняя тема будет полезна не только в период Нового Года. Напоминаю, что вы на канале Рестайл Студия, а сегодня с вами Настя, стилист и студент магистратуры по истории теории моды. Не забудьте подписаться на наш аккаунт, тут про стиль, моду и профессию стилиста. И сегодня мы поговорим про 5 бесплатных приложений, которые помогут стилистам в работе, ну а тем, кто просто интересуется модой, они тоже будут очень полезны. Поэтому давайте без лишних слов переходить уже к самим приложениям. И первое приложение, про которое мы поговорим, называется Vogue Runway. Это один из моих любимчиков, хотя, наверное, так я смогу сказать про каждое из этих приложений. Чую, кто-то сзади тут у меня взбунтовался. Это очень удобное приложение, в котором можно смотреть показы разных лет, сортируя их либо по дизайнеру, либо по году. И давайте я вам буду рассказывать, как там все устроено и что полезного там для нас может быть. А где-нибудь здесь будет появляться то, как это приложение выглядит. Итак, в Vogue Runway внизу есть три вкладки. Latest для просмотра последних коллекций, то есть они в хронологическом порядке расположены, начиная с самого свежего показа. Street Style для просмотра Street Style из недель мод, что тоже невероятно полезно для стилиста. И поиск. Вот это самая, на мой взгляд, полезная вкладка, где вы можете ввести имя дизайнера и посмотреть все показы одного бренда, или же выбрать какой-то сезон и посмотреть все показы этого сезона. Когда вы выбираете какой-то определенный бренд, какой-то определенный показ и открываете его в формате фотографии, вы увидите в том порядке, в каком образы были на подиуме, также они расположены и в приложении. Вы можете зайти в каждый образ, приблизить его, посмотреть какие-то детали. И фото можно сохранять как к себе в аккаунт на Vogue Collection. Вы можете не создавать аккаунт для того, чтобы просматривать показы, но если вы хотите их сохранять, то аккаунт нужно будет предварительно создать. Либо вы можете сохранить их к себе в пленку телефона, что тоже очень удобно. Следующее приложение, возможно, вы с ним знакомы, это Pinterest. Но не могу его не упомянуть, потому что, на мой взгляд, это лучшее приложение для поиска каких-то стрит-стайл, повседневных образов и идей образов. Это полезно как для тренировки насмотренности, так же полезно и для набора материала для лукбуков клиентов. Лента приложения подстраивается под вашу историю поиска. То есть сначала лента может выглядеть не супер привлекательно, но потом, через несколько дней, через несколько недель, она уже будет полностью понимать ваши запросы, какие картинки вам нравятся, и будет выдавать вам красивую стильную ленту с большим количеством вдохновения. Как настроить правильную ленту? Воспользуйтесь такой формулой поиска. Искомая вещь или стиль плюс формат и плюс год. Например, white jeans, широкие джинсы, street style 2024, где широкие джинсы — это у нас искомая вещь, street style — это формат, и 2024 — это год. Или же, например, casual outfit ideas 2024. И, соответственно, здесь тоже casual мы ищем, outfit ideas — это формат, и 2024 — это год. Вы можете искать также на русском языке, но на английском будет больше вариантов, и поиск будет более релевантный. Следующее приложение, про которое я вам расскажу, — это Canva. Canva — это платное приложение, но у нее есть некоторый набор бесплатного функционала. И, на мой взгляд, если вы не являетесь профессиональным дизайнером, которому нужны невероятно креативные идеи, постоянно выдавать этого функционала более чем достаточно. Это приложение отлично подходит для создания журнала стиля для клиента или для создания постов для ваших социальных сетей. Меня часто спрашивают, где я создаю коллажи для клиентов и для наших социальных сетей. Но, на самом деле, я больше всего люблю Keynote. Это простая программа презентации для системы Macintosh. Аналогом для Microsoft является PowerPoint, они абсолютно идентичны, и для меня это удобнее для коллажей. А Canva, на мой взгляд, идеальна именно для создания контента для соцсетей. Но я знаю очень много стилистов, которым нравится Canva для создания коллажей. Поэтому попробуйте. Еще одно удобное приложение для просмотра фотографий с последних показов — это TagVogue. Я пользуюсь и им, и Vogue Collection. У них есть небольшая разница. Сначала о минусах. В отличие от Vogue Collection, здесь нет возможности, скажем так, легально сохранить картинку. Вы можете сделать скрин, но с Vogue Collection сохраняется в лучшем качестве. Но есть и два ощутимых плюса. Во-первых, на TagVogue вы можете увидеть расписание недель моды и когда будут следующие показы. А во-вторых, вы в поиске можете ввести какую-то определенную вещь и увидеть, на каких показах и в каких образах она была представлена. Вот, например, вводим Red Bag и видим все образы с последних показов, где были красные сумки. На мой взгляд, это очень удобно. Опять-таки, для вдохновения контента в социальной сети или для журнала стиля клиента. Или вот, например, вводим 1920-е и видим все образы, где использовались отсылки к 20-м годам 20-го века. Так можно и историю моды подтянуть. Кстати, если вы хотите стать стилистом и реально работать с клиентами, как это делают наши выпускники, то ссылка на лист ожидания на следующий поток нашего курса находится в инфобоксе. А мы двигаемся дальше. И последнее, пятое приложение — это Women Wear Daily или WWD. Здесь легко и быстро можно посмотреть новости из мира моды, все, что в ней происходит. При этом новости рассортированы по удобным и понятным категориям. Для этого заходите во вкладку, вы внизу увидите Sections — Секции, и выбираете категорию Fashion. И там отдельно будут тренды, дизайнеры, стрит-стайл и так далее. Также в этом приложении есть вкладка For You, где вы можете персонализировать свои интересы. Там вы выбираете категории, которые вам удобны, например, Runway и Fashion. И вам будут показываться именно новости по интересным вам категориям. На этом на сегодня все. Я надеюсь, что приложения будут полезны вам для работы или для вдохновения и насмотренности. Спасибо, до встречи в следующих видео!